Кинематограф просто реально шикардосные фильмы снимает. Начала с турецкого «Гамбита», это, наверное, первый мой русский фильм, который я смогла нормально посмотреть и влюбилась в русский кинематограф. Потом уже пошли фильмы «Питерский ФМ», «Жара» фильм пошёл, потом такие вот классные экшены или «Полицейские срублёвки». Вот всё, мне понравилось. У меня всё равно карьеру больше всё-таки вкатывает. «Как трансформировать шаблон, что деньги могут прийти только от сына, так как я не работаю?» Посмотрите, наверное, сериал «Мой деньги». Там не только этот шаблон. Когда вы в точке обзора, что сына никакого нет, тогда и шаблона такого не будет. Можно по-всякому трансформировать, там способов много, да, шаблоны мышления. А можно просто осознать в себе творца и перейти на другую точку обзора, где вообще отпадают все шаблоны, отпадают вот эти мысли. Я хрен его знает. Я не знаю, мне интересно потом наблюдать, как это будет по-другому. Вот, из чего я вообще взяла? Этот опыт уже пройден. С чего я вообще так решила? Другим неработающим людям же приходят откуда-то деньги, не от вашего же сына. Почему я вот прям в это уверилась? Такого опыт я уже знаю. Ну, как бы неинтересно, да? Давайте что-нибудь другое посмотрим, как может быть по-другому. Соймитесь творчеством. Если у вас есть точка обзора, что внешний мир всего лишь ваша проекция, и его вообще нету, эта иллюзия, которая у нас в голове, эти картинки, образы, и наши избилия зависят от наших чувств, тогда и тоже трансформировать особо не нужно будет. Способов много. Я о всех способах рассказываю на видео, в YouTube укладываю, так что посмотрите видяшки. Мне постоянно транслируют несправедливость, что это для меня значит. Ну, вам нужно шаблон вот этот трансформировать. Это вы себе сами же несправедливость трансформируете. Они такие несправедливые, мне несправедливость транслируют. Какие они несправедливые? Вот. Что такое для вас справедливость? Это я знаю, как должно быть, я знаю, как должно быть правильно. И вы на всё смотрите с позиции этой точки зрения, на мир. А вам показывают то, что... Алло, не всегда так, как ты думаешь. Разбери вот эту вот справедливость. В нашем мире всё справедливо. Всё по вашим желаниям. Всё по вашим чувствам. Всё, что вы думаете. Куда фокус внимания. Всё исполняется. Все наши желания исполняются. Мы такие офигенные творцы. Вот. Всё справедливо. Посмотрите фильм. Он мне прям вообще зашёл. Не раз, наверное, уже говорила про него. Последний неидеальный мужчина с Егором Кридом. И там девушку несправедливо всё время. Один парень изменял ей. Вёл не так, как она хотела. Она вся такая добрая. Вся такая замечательная. Вся такая справедливая. Прям вообще правильная. Хорошая. Он ей изменяет. Она пришла. И она такая. Ну, типа, всё нормально. Всё нормально. Я же тебя люблю. Тут. Ну, как это всё нормально? Ну, побей меня. Ну, ты чё? Я тебя изменяю. Ты дура, что ли? Да нет, всё нормально. В итоге он её бросил. Она купила себе робота. Идеального. Который, типа, был с багом на самом деле. Он исполнял все её желания. Повторил такой же сценарий. Он ей в конце фильма говорит. Ну, ты дура, блин. Ты ожидаешь от меня. И от меня, от всех мужиков. Что мы можем изменить тебе там с твоей подругой. Мы вообще такие плохие. А ты ожидала. Вот чего ты ждёшь, то ты и получаешь. И она сама его наделила вот этим всем. И только по своим желаниям. Всё справедливо. Она так хотела. Она себя не любила. Она себя не ценила. Вот. И вот это вот чувство. Он там в конце прям такой расклад даёт. Боже мой. И у меня просто аж челюсть отвалилась. Такая, думаю, нифига себе. Он повторил мои слова со всех эфиров. Это так классно. Ну, режиссёры просто космические. Что к ним сценаристы, режиссёры. Вот. Вот. Такая информация пришла. Да. И они предсняли так. Гениально. Весь фильм, ну, скучный. По мне, неинтересный. Но вот последние пять минут фильма они сделали всё. И я поняла, что фильм гениальный. Вот. Просто надо до конца досмотреть. Не идеальный мужчина. Посмотрите. Ну, прям реально. Вот. Как раз про вашу несправедливость. Может быть, что-то осознаете. Для тех, кто в танке. Где именно искать эту кнопочку с IGTV? Ну, зайдите в профиль. Видите посты, да? И сверху три кнопочки. Постали. Чувство долгое, что должна что-то делать. Чувствую, что мешает радоваться. Чувство долгое, что должна что-то делать. Чувствую, что мешает радоваться. Елена, а что вы должны делать? Скажите, пожалуйста. Здравствуйте. Нет контакта с ребёнком. Постоянно меня злит, раздражает. Ну, это вы себя злите, раздражаете. Пытаетесь сделать себе больно. Вы сами себя бьёте. Сами на себя бросаетесь, чтобы себя расшевелить. Ему шесть лет только. Никак не пойму. Это я на себя бросаюсь. Пытаюсь сделать больно. Да, вопросик всегда в вопросах меняйте на восклицательный знак. Такие ответы гениальные даёте. Нелли, скажи, пожалуйста, с чем может быть связано то, что во сне чувствуешь любовь к человеку, которому есть неприязнь и обиды по факту? Ну, потому что вы во сне показываете себя на самом деле, что такое любовь и что такое обиды, что такое неприязнь. Нет у другого человека, он ваше зеркало, у вас неприязнь и обиды к самому себе. Но любовь, она во всём, любовь даже в злости, любовь даже в убийстве, любовь, она во всём. Любовь – это вообще просто внимание, ваш фокус внимания, это и есть любовь. Вы к нему испытываете, ну, настоящее чувство, как… Нам человек, нам человек, да, транслирует всегда только то, что мы хотим в себе увидеть. И если он вызывает в вас чувство обиды и злости, это говорит о том, что вы хотите их в себе обнаружить, да, и осознать вообще, почему вы на себя обижаетесь, и он это делает с любовью. На самом деле… Аж мысль потеряла. Если он нейтральный персонаж, наделённый вашими чувствами, да, он во сне вы себе показываете, что на самом деле вы хотите испытывать. Я влюбился. Ой, классно. Обида и злость на самого себя. Он вам со всей любовью это показывает. Ребёнок, привет. О, Малусичик, привет, привет, привет. Мама, посмотри, как я классно увижу. Боже, давно тебя не видела. Давай раскрывай уже это всё в себе, открывай нам эти границы. А то что это мы с тобой не виделись долго. По факту, по факту, которому есть неприязнь и обида к человеку, вот, вы сами, ну, вы обижаетесь на людей только всегда в одном случае, когда он не оправдывает ваши ожидания, которые вы себе надумали. Ой, что-то смотрю, я не видел, как-то странно запаздывает. Я говорю одно, а видео показываю другое. Интересно. Напишите, а звук от видео у вас тоже так же странно реагирует? Во сне тоже наше подсознание работает, и то, что заложено в бессознательном, душа даёт истинные подсказки. Да, во сне это вообще очень классный кладезь просто ответов. Я влюбился, ну, так круто. Кого? Рассказывай. Сыновья всё время играют в компьютерные игры. Я нахожусь не здесь. И знак вопроса замените на восклицательный. Да, они вам показывают, как вы заигрались в виртуальную реальность. Есть одна классная старенькая корейская дорама «Фулл Хаус». Полный дом. Да, кстати, полный дом. Я тоже смотрела этот сериал, очень интересный корейский. Так, я вам уже на пару месяцев даваю, чем себя занять. Моя подруга считает, что она болеет, и на все мои доводы уходит в агрессию. А она вам показывает что? Что, чтобы вы наделили её всеми теми чувствами подавленными, чтобы она болела или не болела, или говорила вам про это. Но болеете вы, да? Что такое болезнь? Болезнь — это просто сигналы тела, которые нам показывают, неважно, в нашем они теле, либо в окружающем, они нам показывают наши затыки, наши проблемы, где мы зациклены, останавливаемся, не двигаемся, не хотим познавать новое. То есть погрязли в своём каком-то шаблоне мышления, что вот это вот так и никак по-другому. И наше тело обычно на это очень легко и быстро реагирует и показывает, что пора на это обратить внимание. Она подменила исцеление на достижение того, что государство даст ей лечение. И только сегодня я осознала, что это я сама так туплю. Во, классно. Нелли, помоги, пожалуйста, влюбился. Что такое влюблённость? Влюблённость — это чувства, которые связаны с интересом. Влюблённость — это когда вы на кого-то смотрите, и он вызывает у вас определённые чувства. Кайфуйте от этого, вам не обязательно к нему привязываться, связываться, с этим человеком взаимодействовать. Он вызывает у вас эти чувства, вы его и создали, и наделили этими чувствами, чтобы в себе вот этот интерес увидеть и познавать себя. Это же классно. Проживайте эти чувства кайфа, это же влюблённость, это же эйфория, вы офигенно себя чувствуете. Не надо сливаться туда, вовне, проживайте внутри себя. Пускай это один человек, влюбляйтесь во всех, пускай все люди, которые вас окружают, вызывают у вас чувства любви. Влюбляйтесь во всех, не надо обязательно только в одного влюбиться, и всё. И с ним сконнектиться, и чтобы вот прямо только вот с ним тусить. Влюбляйтесь во всех, это же классно. Находите в каждом офигенный интерес, что я сейчас узнаю, познаю, что такого интересного я сейчас обнаружу. Это же интересно. Я наделила мужчину силой, а я слабая. Как это убрать? Хочу быть сильной. А зачем вы быть сильной? Трансформируйте программу сильный-слабый. Что сила в слабости, а слабость... Сила в слабости... Сила в слабости, да? Да, сила в слабости. А знаете, почему? У меня тоже вопрос про маму. Если прошлого нет, зачем она взрослому человеку? Ну, мама вызывает нас определённые чувства. Это наше изучение нашей жизни и смерти. Через маму мы познаём наше рождение и смерть. Это человек, который определённые логи нам показывает для изучения себя. Нам вообще все люди нужны для того, чтобы себя познавать. Мама третий раз ломает ногу. Это я не туда иду. Ну, типа, да. Нелли, каким образом мне поступить? Пластинка в голове. Заездилась. Ненависть к матери у меня приехала. Сегодня она ко мне. Я снова в агрессии была. Она тоже... Она тоже меня ненавидит. Как мне поступить с собой? А почему она в вас такие чувства вызывает? Почему вы хотите так себя ненавидеть? Эти чувства же у вас внутри, да? Это вы себя не любите. Мама – это воплощение вашей жизни и смерти, да? Вашего роста, ваших желаний. Блин, очень классно через маму познать, почему вы себя так не любите и жить не хотите. Почему вы нового не хотите познавать? Поблагодарите её за это, за то, что она вам это сигналит и показывает. Пошла смотреть фильм «Идеальный мужчина». Так, ну, вы сначала меня посмотрите на этом фильме. Вместе будем. Сегодня скачала подкарт после твоей рекламы. Это так здорово. Спасибо тебе, Мила, что продвигаешь меня, расширяешь. Я счастлива, что ты есть в моей жизни, как я тебя люблю. Класс. Да, я рассказывала в прошлых эфирах о том, что у нас классная сейчас тема есть. Помимо Инстаграма подкасты, у кого айфоны можете записывать и либо на Андроиде скачать приложение, слушать подкасты. Я только что эфир на ютюбе твой смотрела, а то топа и здесь ещё. Да, что-то мне грустенько стало. Думаю, мне надо себя расшевелить, выйти, что-то рассказать. Не знаю, правда, что. Вот, отвечай на вопросы. У меня тормозит видео. Я на себя смотрю, говорю, а вижу, что в видео другие жесты, другая юника. То есть моё отражение не повторяет за мной, но ведёт свою жизнь сейчас. Это очень странно так наблюдать, когда моё отражение со мной не сконнектено. Вы прикиньте. У меня вообще картинка зависла, звук норм. Всё хорошо, звук соответствует видео. У меня нет. Так, прикольно. Что за подкасты? Подкасты это на айфоне, есть приложение радио по всему миру подкасты уже прям, я не знаю, захвутили мир. Вот в Инстаграме это видео, фотографии, а в подкастах это радио, когда вы записываете любое сообщение, рассказываете о чём-то, и потом загружаете в подкасты, делаете картинки, делаете описание. И все, кто там за рулём, все, кто ведёт такой очень быстрый образ жизни, ему некогда смотреть видео, некогда смотреть в соцсети. Он слушает радио. Это сейчас удобная штука. В Америке просто эти подкасты завоевали сейчас практически всю Америку. В Европе там процентов на 70, и в Россию вот только пришло. Ну, уже довольно-таки много актёров, и певцов, и все радио, и блогеры, они все туда сбежали, и сейчас набирают обороты, подкасты. У кого iPhone, это приложение, у всех встроено такой фиолетовый круглый значок, буковка «Ай», и вокруг, сколько там, два таких круга белых. Вот, написано подкасты. Посмотрите все в телефоне. У вас есть такое приложение. Так. Можно твое мнение услышать о новой платформе Павла Дурова? Я вкладывала инвестиции. Не знаю, я вообще не слежу ни за какой платформой, и за Павлом тоже, не знаю. Нет у меня мнения на это мнение. Мама избивала меня в детстве. Ну, вы понимаете, что вы сами себя избивали, отравить хотела. Когда я сняла удавку, когда я спала, удавку на шею накинула, чтобы убить меня. Вот поэтому я ненавижу. Ничего себе. Вот. Но прошлого на самом-то деле нет. Оно складывается из вашего мышления здесь и сейчас. И все наши образы, которые мы вспоминаем, ну, если вы займете такую точку обзора, да, и решите на минуточку хотя бы представить себе такую правду о том, как мир сотворён, вот, что квантовая физика об этом много говорит, о многомерности реальности, и то, что только в точке здесь сейчас мы рождаемся, вот прям сейчас. И проживаем все варианты событий, проживаем все варианты событий якобы прошлого, будущего, и всех вариантов настоящего, во всех телах одновременно находимся, и мы всё один коллективный разум, сознание. И представьте, что сейчас ваши воспоминания, согласно вашим шаблонам и убеждениям, складываются в какие-то образы, которых на самом деле не было, и вы себе сейчас просто делаете эту подсказку для того, чтобы разобраться в себе, почему вы хотите себя избивать, почему вы не хотите жить, почему вы хотите себя там травить, гнобить и ненавидеть. Вот с этим нужно разобраться, почему вы не хотите жить, познавать новое. и мама просто как образ, подсказка для вас, куда двигаться дальше, куда смотреть. Ой, у кого-то абсолютно синхронное видео. Я вообще уже смотрю на видео, вот сейчас вот рукой вот так вот делаю, а у меня на видео ещё рука не потянулась. Так интересно. Да, привет, привет. Привет, мудвед. Так. Ну, конечно, это трэш вы себе придумали, очень прям трэш, ничего себе. Мама хотела вас убить. Поблагодарите её за то, что она, любя вас всё делается из любви, понимаете, для того, чтобы пройти определённый урок. Она, ну, если так подумать, потрансформировать, хотела разбудить вас, в вас жажду жизни, чтобы начали её уценить. Какие мысли ещё могут приходить на этот счёт? общаться с ней никто не говорит сейчас. То есть, если люди, которые в вашем окружении вам неинтересны для познавания себя, изучения взаимодействия, то как бы до свидания. Пускай всё легко приходит, легко принимайте и пускай всё легко уходит, легко отпускайте людей, деньги, хлам весь свой. материальный знание, опыт. Всё легко отпускайте и тогда вам легко будет всё приходить. Не обязательно нам нужно держаться за отношения, за разню. Даже вы, если её ненавидите, не надо с ними тусить, если они вызывают у вас чувство неинтерес такого. Так. О, капслок. Ну или что такое эпилепсия у собаки, которую пришлось усыпить? Ну, собака это ваши инстинкты, животное, начало, эпилепсию я не разбирала. психосоматику посмотрите по поводу эпилепсии. Не дам сейчас вам развод ответ, нужно рассуждать. Тем более по здоровью я не хочу, что мне по сигналам тела неохота раскрывать. Нелли, как пример скажи, если бы у тебя был бы кредит и ты не могла бы оплачивать его, какие техники ты бы применяла, только не так, чтобы не платить банку? Ну, я бы спросила себя, что себе задолжала, забыла бы про банк, не стала бы ничего отдавать и понаблюдала бы с интересом, как там все сложилось. бы и трансформировала бы шаблон мышления о том, что я должна чувство долга, что я могу только внешними какими-то решениями решить эту задачу. Я бы трансформировала вот эти вещи все, типа якобы можем внешним чем-то что-то решить. У нас все в голове. Мы трансляторы, внешне это всего лишь проекции, продолжение всего лишь следствия нашего сознания, техники только работы с сознанием. Для чего мне кредит? Ну, что он мне дает? А как я это могу себе дать по-другому? Он меня мотивирует там работать? А почему я хочу работать? Там интересно, там творчество, иначе бы я лежала бы на диване и все, и жизнь бы закончилась? Это единственная мотивация типа что-то делать? А как я могу что-то делать? И что, например, без всякой мотивации, чтобы мне нравилось? То есть я бы задавалась такие вопросы. Для чего мне этот кредит? Почему я его хочу? Какими своими мыслями и действиями я его себе задала? То есть техник нету, есть себе вопросы. Для чего я этого хочу? Спасибо тебе, моя частичка, мы, похоже, внешне с тобой. Люблю тебя, спасибо, сижу, плачу, и за маму тяжело очень. Ну да, это, конечно, трэш, ты себе придумала, но разбирай вопросы, почему я хочу не жить? И что такое вообще жизнь для тебя? Что это вообще такое? Для чего мы живем? Походи вот с этими опасами. А если крутит левая рука? Слушайте, доктора я сегодня отключила, ребят, прям не хочу, аллергия затяжная, тоже не хочу про доктора. Сегодня не то настроение лечить. Боюсь пауков и паутин до жути. Слушайте, я сейчас выходила в подъезд выкинуть мусор, полное ведро, и там девочка стояла, курила, она такая мне говорит, паук, он как раз, труба, куда выкидывать мусор, и он прям на этой трубе большой был. Я говорю, у тебя пауков боитесь? я их ненавижу, я их боюсь, короче, она мне про этих пауков рассказывала минут пять, никак уйти от нее не могла. Сейчас вы пишете. Страх детства. Очень хочу избавиться от страха. Когда мы хотим от чего-то избавиться, это не получится. Нужно его осознать и пойти в него. Невозможно ни от чего избавиться. Можно это осознать только и принять. Избавляться ни от чего ни у кого еще не вышло. Если оно есть, оно уже есть, и оно не может никуда деться. Вопрос для чего вам этот страх и что вызывают вас пауки. Конкретно я люблю пауков, но это же классное существо, много лапок, мохнатенькие такие, приятненькие. Когда я их вижу, у меня сразу вагон денег, они приносят вести и деньги. Блин, это же классно. И плюс они такие пушистые, мягкие, и в лесу я их люблю трогать, пускай они по мне бегают, делают массаж. Я не понимаю, как их можно бояться. Что конкретно вы боитесь? Что они вас укусят, и вы умрете, или что? То есть сам паук это всего лишь какой-то образ, да? А что за этим пауком стоит? Вас в детстве укусили, вы там присмыстили, лежали? Или что? Почему вы боитесь? Разбирали когда-нибудь? Как разобраться с изнасилованием в детстве? Ну это то же самое, что я сейчас про маму рассказывала, да? Не было никакого насилия, сейчас просто эта картинка вам складывается как подсказка осознать, где вы сейчас себя насилуете, да? В чем и где вы себя насилуете? Вы реально себя заставляете сейчас делать то, что вы не хотите делать? И вот внешнее то, что сейчас вас окружает, либо воспоминания в голове образа, они ничем от этого внешнего не отличаются. То есть воспоминания прошлого либо настоящее, оно ничем не отличается, что тут образ, который вы можете потрогать, но это всего лишь образ, что просто воспоминания складываются в голове, это тоже образ. Это просто нам дает подсказку, какое у нас сейчас сознание. И мы через это себя изучаем. Но вы сейчас насилуете себя, насильно заставляете что-то делать. Как только вы поймете, где конкретно вы себя насилуете и перестанете это делать, у вас даже воспоминания поменяются, у вас другие будут воспоминания, когда вы разберетесь с этим, потому что вам не нужно будет эти образы строить. Нелли, я тебя люблю. А, ты в меня влюбился? Или нет? Так, у моей подруги муж сел в тюрьму. Это она так себя держит в клетке, ограничивает себя во всем. Почему она, Надежда? в вашем мире только образы. Где вы себя в клетке держите? Где вы себя ограничиваете? А вообще тело это что же тюрьма? Мы себя посадили в это тело и ограничили всем. Но вот это ограничение нам даёт очень много. Мы можем через тело чувствовать и жить, и кайфовать, и радоваться, испытывать эмоции, чувства, испытывать любовь, радость, что-то делать, кайфовать. Почему? Вот. И там, я воздух уплотнила, ну, в коллективном сознании мы уплотнили своим рассматриванием, своим творением в плотную форму. То есть воздух и кружка это одно и то же, просто это более плотная форма, уплотнённая, где молекулы, там, они более плотно сидят. Уплотнили их в определённую форму, да, чтобы была кружка, мы могли этим пользоваться. Муж тоже сел в тюрьму специально, потому что это его желание, и у подружки желание избавиться от мужа, а у вас это всё вместе, вообще на них даже не надо обращать внимание. То, что вы хотите избавиться от своего творчества или мужчина это же творец, да, творчество. Женщина не хочет видеть своё творчество. Короче, нужно осознать, почему тюрьма это неплохо и нехорошо, почему избавление от чего-то это тоже неплохо и нехорошо, почему я в тюрьме, почему это хорошо, почему я в теле на этой планете в тюрьме, почему эта планета тоже тюрьма, почему это хорошо. Вот, вот эти вопросы позадавайте себе, ответьте. Я вот года два-три назад разбирала вопрос, почему я в тюрьме, когда ко мне обратился мальчик, он был в тюрьме, Вот, ему нужно было сидеть 11 лет Ну, как мальчик, мужчина Вот, сейчас он Офигеть, какие тренинги ведет Дорогущий, его очень крутой Вышел уже из тюрьмы Живет в Черногории Ему нужно было 11 лет сидеть Он вышел через полгода И доказывает, что у него так всегда было Ну, это вообще круто И я как раз разбирала в себе Вопросы, почему я в тюрьме В этом теле Почему это хорошо? Почему вообще тюрьма это хорошо? Нет ничего плохого, нет ничего хорошего Она просто есть Почему наша планета это тюрьма? Вот, и, наверное, пришла пора Задать себе эти вопросы Они просто вам показывают через эти образы Вы себе показываете А через эти образы знакомых Что нужно с этим разобраться Я выпрямилась за 4 тренировки И так не сутулилась вроде А сейчас вообще натянулась Как струна Иначе спина тянет Офигеть Вот, я тебя поздравляю, молодец Как сделать, чтобы мужчина Проявлял заботу, любовь, внимание Помогал финансово А вы такие хитрые Вы хотите, чтобы за вас Все ваши мигмаусы все делали Да, можно, возможно Как отражение ваше Они это сделают Когда тот, кто стоит перед зеркалом Даст это себе сам И наблюдать Наблюдать Какие красивые паутинки Плетут пауки У меня сын боится тоже У меня дома маленький беленький паучок бегает Иногда я его вижу и здороваюсь И все Кстати, они для меня тоже деньги Класс Класс Курла, это я тебя справила Маленькая у белого паучка Я сегодня выпустила паука на улице Не знаю, откуда они взялись Слушайте, у вас сегодня Прям у всех пауки оказывается Ненавижу себя Тяжелый случай Считаю себя пустым местом Не принимаю себя вообще И своих близких Делаю несчастными Как поменять мысли о себе Постоянно чувство вины Но это, блин Надо с этим работать Это же в трех словах Не объяснишь Идите на консультацию На курс для новичков Чувство вины Это вообще какая-то хрень Мы сами все придумали Сами обиделись Сами испугались Вот Если вы в позиции Творца У вас не может быть просто чувство вины Кого винить? Самого себя Одного единственного на этой планете За что? За то, что я творю Разрушаю Творю Разрушаю Дети же себя не винят Они строят Ломают Строят Ломают Играют Кайфуют Радуются Им все интересно Познать Потрогать Открывать Кукле голову Сломать машинку Опять ее Попросить у родителей Им опять Доеваться Они опять Поигрались Три часа Там два Кому-то и полчаса Хватает Чтобы ее разобрать На винтике Выкинули Пошли дальше Творить Кайфовать Паза желаний Со всеми совпадает Откуда чувство вины Вообще может быть Вы просто в позиции Жертвы находитесь Вам нужно точку обзора Другую занять И посмотреть Когда вы в точке обзора Что Блин, я жертва Обстоятельства Жертва судьбы Вот такой вот рок Все знаю Все определила Проявить интерес Интересно А как я вообще Буду себя любить Почему я вообще Себя не люблю А что такое вообще Любовь Любовь Это к себе внимание Почему я не могу Вы себе дать Могу Так а что я не даю Не знаю Начните давайте Вы с собой просто поговорите Почему вы себя считаете Пустым местом Без вас мира нет Он просто исчезнет Вас не будет Мира не будет Вы Уникальный пазл Винтик Я вчера как раз Прямой эфир Посмотрите пожалуйста Говорила про это Вся система Зазбытая становится Вы тот винтик Тот болтик В часах Да Ненужный Пустой Вообще Но если его вытащить Все Часы не работают Их можно выкинуть Весь мир Можно выкинуть Без вас Если вы хотите Как болтик Стать Чем-то похожим На других На другие шестеренки Да И начнете себя Переделывать Копировать Все Болтик перестанет Быть собой И все И система Сбоит И 5 часа становится Когда болтик Создает себя Винтик Болтик Создает себя Просто частью Какого-то механизма Ему достаточно Быть только собой Чтобы система Не сбылась Все Весь мир В гармонии Но как только Вы хотите Исчезнуть Стать Не винтиком Этой системы Ни вас Не будет Ни этой системы Ни этих часов Ничего Работать Не будет Вы есть Это уже Достаточная Причина Для того Чтобы Просто жить И любить себя И быть уникальным Потому что Вы тот пазл Который собирает Всю эту картинку Мира Без вас Там дыра И целостности Картинки Не будет Ее просто Не будет Понимаете Это уже Достаточная Причина Просто быть И чем Проще Чем Без масок Чем больше Вы признаете себя Тем Кем вы есть Настоящим Говорите Что хотите Делайте Что хотите Живете Так хотите Тем Система Вот этого Всего Вашего Мира Становится Работающей Без боя Без Споя И картинка Мира Становится Ну максимально Тоже слов Не подобрать Там идеальный Не сказать Работающий Существующий Вот А мы же Чего делаем Мы берем Смотрим Я хочу стать Стрелкой Нет Я хочу Циферблатом Стать А я вот Цифрой хочу Стать Вот И начинаем Себя Переделывать И все Начинают Переделывать И в этих Часах Вот Потом Становится Это Переделать Себя В пылесос Не знаю Короче Часы Перестают Существовать Каждый Каждый Пустым Пустым местом Пустое место Это Когда Вас Нет Вы Не Существуете Пытаетесь Переделать Себя Ну тогда Всем плохо Ну реально Всем плохо Вы только Попытаетесь Стать Кем-то Другим Страдает Весь Мир Из-за Вас Прямо Реально Страдает Если Каждый Будет Быть Тем Кем Он Является Не Пытаясь Как-то Доказать Свою Значимость Потому что Он Так Значимый И Без Меня Просто Нет Этого Мира И Картинка Не Складывается Система Не Складывается Организм Не Складывается Зачем Доказывать Меня Нет И Ничего Нет А Я Есть Это Все Это Достаточно Причина Просто Быть Существовать Что-то Делать Пофиг Что Главное Чтобы Быть Что Мы Можем Делать Чтобы Быть Быть Это Существовать Признавать Свои Существования Это Жить Жить Что Это Такое Это Постоянно Познавать Новое Это Рост Не Держаться За Старое Делать Что Хочу Говорить Что Хочу Расширяться Познавать Себя Через Других Людей Познавать Себя Весь Этот Механизм Часов Весь Этот Организм Всю Эту Систему Познавать То есть Наблюдать За Другими Винтиками Наблюдать Чтобы Мы Все Взаимодействия Не Сбыли Но Не Себя Мы Переделываем И Не Говорим Как Стрелочка Должна Крутиться Или Где Циферки Должны Находиться Каждый Знает Своё Место Где Ему Находиться Каждый Знает Вот Но Мы Хотим Это Место Поменять Мы Хотим Поменяться Короче Друг Дружки Палки В колесах Все Ставим Зачем Там Нафига Спрашивается Непонятно Вчера Шел Эфир Смотрел О Сергей Вчера Тоже Эфир Понрас Особенно Второй Было Два Эфира В GTV Посмотрите Ну На YouTube Загружу Я Через Два Потому Что Сейчас У меня На Таймере Три Видео Стоит У меня Страх Что Паук На Меня Прыгнет Сама Придумала Сама Испугалась Давайте Выключайте Вот Это Я Знаю Он На Меня Прыгнет Стоп Знаете Такой Посмотрите Мультик Гико Называется Когда Приехала Семья Короче Такая На Полянку Во Главе Семейства Дед Отец Жена Куча Сестер Братьев В общем И Пошли Послали Они Кого Там За Водой Девушка Девушка Пришла За Водой И Такая Думает А если Б У меня Родился Ребенок Да Этот Ребенок Подрос Я Б Его Послала За Водой А он Б Упал В колодец Б Умер Капец Короче И Все И Она На Целый День Рыдает Она Уже Похоронила Ребенка Своего Который Еще Даже Не Рождался И Придумала За Него Всю Судьбу Вот Ждали Ждали Эту Дуру Послали Другого Человека Найти Эту Дуру Принести Воды Приходит Другой Человек За Ней Родственница Приходит И Говорит Значит Ты Че Тут Плачешь Ну Она Историю Рассказывает Ты Прикинь Вот Родится У меня Сын Я Пошлю Его За Водой Когда Он Вырастет А Он Упадет Умрет И Все И Капец Короче Они Вдвоем Давай Ребеть Приходит Третий Человек За Ними Типа Вы Че Две Курицы Тут Придумали Плачете Ну Воду Ждем Мы Никак Не Можем Начать Пир И Уже Рассказывает Вторая Не Первая А вторая Уже Взяла И Весь Этот Рассказ Первой Курицы Новыми Красками Новыми Действиями Прям Новыми Фантазиями Обложила И Рассказала Уже По-своему Там Вообще Трэш И Так Вот Все Семейство Потихонечку Приходило Приходило И Каждый Последующий Следующему Рассказывал Там В таких Красках Таких Там Вообще Трэше И В итоге Отец Семейства Или Дед Семейства Самый Главный Последний Приходит И Как Им По-башке Всего Настучал Типа Вы Че Ну Этого Еще Нету Никто Не Знает Что Будет Завтра Мы Уже Себе Придумали И Просто Мы Придумали Мы Знаем Мы Такие Блин Знайки Что Вот Так Вот Оно Будет Он Прыгнет На Меня Господи Там Этот Паук И Покусает Да С чего Вы Вообще Взяли Зачем Вы Это Делаете Перестайте Это Делать Зачем Вы 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 Я Знаю Включ Мне Интересно Что Будет Дальше Мы Уже Прописываем Всю Судьбин Дальше Зачем Все Ваши Что Адреналин Вы Рисуете Эти страшные Картинки За страхом Ставят Все Ваши Желания С обратной Стороны Страха Ваши Желания Вот Вы Просто Себе Подкидываете Адреналин Этим Страхом Потому Что Вы Труп Вам Нужно Жить У Вас Интереса Нет Вы Не Здесь Находитесь Не Живете Не Познаете Этот Мир Не Узнаете Там Ничего Поэтому Себе Придумывайте Какие-то Картинки Лишь Б Как-то Себя Оживить Признайте Что Вы Ни Хрена Не Живете Вам Не Интересно Жить Вы Хотите Сидеть Придумывать Лишь Б Не Шевелиться Придумывать Себе Эти Страх Но Страх Это Обратной Сторонами Дали Ваших Желаний Там Скроется Все Что Вы Хотите Получить Вы На самом Деле Хотите Чтобы Этот Паук На Вас Напал И Вы Хоть Бегом Начали Заниматься А то Вы Сидите Дома На Бивании Только Ой Боюсь Пауков Вот А Паук Нападет На Вас Что Бежать Вот Двигаться Не Хватает Движение То есть Осознайте Что за Страх Вам Стоит На самом Деле Какие Желания Ну И Помимо Этого Адреналина Мой Муж Уже Три Года Сидит Дома И Не Работает Ну Потому Что Вы Как Творец Ни Хрена Не Творите Вы Не Занимаетесь Творчеством Не Живете Он Просто Вас Поблагодарите Его Он Вам Показывает Как Вы Живете Как Ваше Сознание В Данный Момент В Предыдущем Враке Был Успешным Бизнесменом Конечно Причина То Не В Нем Причина То В Вас Чем Я Его Наделила Чем Идите Творите Займитесь Собой Займитесь Своей Жизнью И Вы Увидите Как Все Вокруг Люди Будут Отражать Вам То Что Вам Подыгрывают Актеры Эти Все Чтобы Вы Смогли Себя Опознавать И Видеть Внутри Вот Эти Чувства Что Вы Себе Давите Что Вы Себе Не Разрешаете Что Вы Не Делаете Это Жвы Не Делаете Я Хочу Мужа Чтобы Ласты Свесить Ни Хрена Ничего Не Делать Сдохнуть Быстрее Неси 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 Терпеть Не Могу Животных Кошек Собак Да Кошки Собаки Животные Это Ваши Инстинкты Ваша Опасность Безопасность И Ваш Рост Короче В себе Что-то Не Хотите Подавляйте Почитайте Пора Инстинкты Человеческие Да Какие Они Там Есть Почему Тюрьма Это Хорошо Не Могу С Тюрьмой До Конца Но Тело Это Тюрьма Если У нас Не Было Ограничений То Оплотненная Форма Тюрьма Это Ограничение Почему Хорошо Быть В Ограничениях Чтобы Чувствовать Что-то Очень Много Списков Можно Написать Почему Тюрьма Это Хорошо Абстрактно Не Только Сейчас Тюрьму Как Тюрьму Куда Там Людей Садят Вовне Анализируйте Вы Вообще Само Слово Тюрьма Что Это Такое Разберите Пока Внутри Не Сделаешь Снаружи Не Видите Да У тебя Подсказывает В этом Плюс и Минус Что Процесс Не Обманешь Да Мне Илья Вчера Писала Как Я Реализовала Себе Новые Очки Хотела И Нашла Дома Прикинь Куралай Ты Мне Каждый Прямой Эфир Уже Пятый Раз Говоришь И Я Два Раз Это Уже Озвучивала Короче Специально Для Куралая Она У нас Сейчас Звезда Прямого Эфира Короче Она Очень Хотела Очки Специально Из-за тебя Повторяю В третий Раз Для Всех Чтобы Еще Раз Она Очень Хотела Очки Какие То Там И Случайно Дома Их Нашла Не Знает Откуда Просто Захотела Открыла Ящик Нашла Очки Солнечные Красивые Классные У меня Тоже Так Бывает Что Такое Воровство Почему Люди Воруют И Как Это Влияет На Денежный Поток Когда Ну Что Такое Деньги Да Деньги Это Всего Лишь Средство Обмена Вы Же Творец Вы Себе Организуйте Все Ваши Желания Которые Могут Исполниться Тем Или Иным Способом Ну Через Ваши Шаблоны Мышления Вы Убеждены Что Только Через Деньги Могут Многие Желания Исполниться Ну Большинство По крайней мере Вы Даете Себе Эти Деньги Но Не Тратите Их На Свои Желания Вы Складируете То есть Пытаетесь Вдохнуть В себя Побольше А Выдох Не Делаете Но Когда Пришла Аппарата Выдохнуть Вам Сами Не Тратите Придут Люди Которые Их Потратят За вас Ну Вы Потому Что Потому Что Вы Ну Это Ваша Собственная Энергия Это Вы Творите Уплотняете Себя В эту Плотную Форму Через Эти Чувства Чтобы Эти Деньги Куда-то Там Использовать Создали Их А нихрена Не Делаете Урок Проходите Такой Что Алло Ты Че Хотела Ну Обрати Внимание Че Хотела Зачем Ты Их Собираешь Почему Они Тебе Воров Надо Вообще Благодарить Хорошо Деньгами Унесли А не Здоровьем Да Еще Такое Есть Так Вообще Так Это Не То Промывцы Очень Сильная Гордыня Как Ее Проработать Ой Не Хочу Ее Есть Гордость И Есть Гордыня Ну Когда Вы В позиции Точки Обзора Что Я Творец То Где Там Гордыня И Никого Кроме Вас Нет Перед Кем Вы Дорогитесь Перед Собой Привет Новороссийска Привет Там Мы Знакомы Не Принимая Свои Творения Сразу Сначала Реакция Да Блин Что же Это Такое А потом Только Начинаю Находить Плюсы Когда Не Нахожу Причинно-следственную Связь Принять Не Получается Да Поэтому Учитесь Быть Осознанным Мы Учимся Только Сейчас Быть Осознанным Мы Только Начинаем Просыпаться Поэтому Не Все И Сразу Тренируйтесь А я Еще Вчера Думала Что Хотела Бы Котенка Завести И Боюсь Что Раз Хочу Наиграясь И Придется Отдавать А Сегодня Звонит Подружка Говорит Уезжайте На 10 Дней И Просит Взять Котенка Вот Нафиячила Я Тоже Хочу Котенка И У меня Осталась Одна Минута Ну Если Мы Винтики В едином Организме Как Это Когда Все Другие Люди Голограммы Или Другие Люди Вообще Существуют Никак Не Пойму Вы Есть Эти Часы Вы Есть Эта Система Вы Это Не Ваше Тело Вы Одновременно Можете Ну Мы Привыкли Себя Осознавать Только Одним Винтиком Вот А Мы Сейчас Говорим О том Что Вы Не Только Ваше Тело Вы Вся Эта Система Со Всеми Ее Потрохами Со Всеми Людьми Да Люди Это Голограмма Потому Что Они Это Вы Слушайте Ну Давайте Посмотрите На Ютуб Видео Там Очень Много На Эту Тему Есть Ой Осталось Совсем Чуть Чуть Грузинский Мультик Да Рустам Грузинский Мультик Вот Его Надо Всем Кто Боится Пауков Там Или Еще Чего Там Все Напридумал Вот Все Знает Посмотрите Мультик Гико Называется Так Или Прикол Наперите В интернете Стоп Ид Там Очень Короткий Ролик Когда Девушка Пришла К психологу И Что бы Она Ему Не Говорила Говорит Я Боюсь Коробок Замкнутых Пространств Вообще Коробку Боюсь Он Стоп Ид Перестаньте Это Делать Так Как мне творить Почитайте Посты И Видео Про Творчество Творчество Это Видеть Во Все Новое Это Не Петь Не Танцевать Это Не Рисовать Посуду Мыть По Новому Это И Есть Творчество Смотреть На Солнце Это И Есть Творчество Ходить Сидеть Лежать Пукать Все Это Творчество Если Вы Будете Это Делать По Новому Творчество Это Новое